О самых важных и актуальных новостях из Украины расскажем вам в ближайшие минуты. В эфире ЕТВ новости в студии Елена Чебак. Сдать российский паспорт всем наемникам, а офицерам не приближаться к линии разграничения ближе, чем на 10 километров. Так Россия пытается скрыть свое присутствие на Донбассе, сообщает украинская разведка. В то же время боевиков заставляют сдавать документы, подтверждающие российское гражданство или причастность к вооруженным силам РФ. В противном случае грозят выслать с Донбасса и открыть криминальные дела. На передовой потере погиб один украинский защитник и еще трое ранены. Таковы утренние сводки со штаба АТО. Увеличилось и количество обстрелов со стороны боевиков. За сутки более 30 провокаций. На каждую вторую украинские армейцы отвечали огнем. Снова досталось Маринке. Это город в 20 минутах езды от Донецка. Несмотря на хлебное перемирие, вечером российские наемники обстреливали жилые кварталы из противотанковых гранатометов. Никто из людей не пострадал. По-прежнему напряженная обстановка на Мариупольском направлении. Там боевики применяют весь запрещенный калибр. От пулеметов до танков ситуация накаляется и на Луганском рубеже. Здесь боевики около 11 вечера из стрелкового оружия и гранатомета ввели огонь по поселкам Донец и Новозвановка. А из миномета 82-го калибра накрывали Крымское. Этой ночью произошло также боевое столкновение украинских войск с противником. Почти с полуночи до двух часов ночи в районе Новотошковского группа боевиков безуспешно пыталась приблизиться к нашим позициям. К сожалению, в ходе этих боевых действий один украинский защитник погиб. Правоохранители задержали руководство Львовского бронетанкового завода по подозрению в коррупции. В НАБУ заявили, вместо новых двигателей были закуплены использованные. К тому же, они уже были проданы в 2008-2009 годах. Их реализовали на внутреннем рынке, как избыточное имущество Минобороны. Детективы агентства задержали пять человек. Среди них директор завода. Их подозревают в растрате миллиона долларов бюджетных средств. Их реактивно свидетельствуют против фигуранта. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Анатолий Матиос. Я напомню, по делу в отношении бывшего главы Министерства доходов и сборов уже провели 183 обыска. По предварительным данным, он незаконно вывел из госбюджета 12 миллиардов долларов. На эти средства, в частности, приобрел элитную недвижимость и землю. Кремль расширяет сеть своей пропаганды. В столице США буквально в трех кварталах от Белого дома начала вещание радиостанция «Спутник», которую финансирует российское правительство. Главный редактор, выходец из России, Медия Гавашели, ранее работал в другом российском пропагандистском медиа-канале «Раша Тудей». Сотрудники уже заявили, что никаких кураторов и спецслужб у них нет. Вещает радиостанция на английском языке. При этом выдывает только 7 часов собственного продукта. Остальные программы произведены в основном в России. В то же время эксперты в США уже заявили, деятельность «Спутника» направлена на подрыв американских институтов изнутри. Урок для всего ответственного бизнеса. Любое сотрудничество с Россией – это взаимодействие с мошенниками. Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал скандал с компанией «Сименс». Напомню, ранее Россия, несмотря на санкции, везла на территорию аннексированного полуострова турбины немецкой компании «Сименс». В концерне, в свою очередь, заявили – турбины поставили в Крым без их ведома. Оружие будущего. Новый этап учений «Сибрис» переместился из Одесской области в Николаевскую. Корабли, пехота, воздушная техника отрабатывают штурм позиций противника. Для прикрытия десантирования используют дымовые завесы. Штурмовики имитируют атаку с воздуха. Спецназовцы должны обеспечить подход военной техники с моря. Впервые задействованы новейшие летательные аппараты-конвертопланы, которые называют оружием будущего. Американцы используют их для транспортировки спецназовцев. Следующим этапом учений станет поиск условного противника. Им будет турецкая субмарина. Сегодня происходила высадка морского десанта для захвата острова Тендра. Мы сошли со среднего десантного корабля и заняли огневые позиции. Огнем наши минометные заставы прикрывали наступление морских пехотинцев. За много лет Сибриза мы с каждым годом повышаем уровень сложности наших операций. На следующей неделе будет выполняться фриплей, во время которого участники не будут знать, что будет происходить. Они не будут знать сценарий. Его знает только командование. Это будет самое сложное с практической точки зрения обучения за все время проведения учений. Они обеспечивают мир в самых горячих точках мира. Патрулируют зоны, восстанавливают разрушенные города, проводят разминирование территории и перевозят гуманитарные грузы. Все это об украинских военных, которые поддерживают мир и безопасность в конфликтных регионах. Сегодня отмечают День миротворца. По этому случаях поздравили премьер-министр, министр обороны, секретарь СНБО. Поблагодарили за мужество, героизм. Украинские голубые каски были задействованы в частности в операциях в Косово, Кювейте, Ливане, а также Грузии и Приднестровье. Всего было 25 миссий, в которых приняли участие более 40 тысяч украинских армейцев. За это время погибли 50 солдат и офицеров. Рота почетного караула, военный оркестр и залпы. На аллее ООН в Киеве собрались миротворцы, чтобы почтить память погибших и возложить цветы. Среди бойцов и военный медик Людмила Ивановна. Она служила в 240-м специальном батальоне. Это первое подразделение, которое выполняло задание по восстановлению мира под эгидой ООН. Служили на территории бывшей Югославии в 1992-1995 годах. У нас там была своя медрота. И лечили своих ребят, своих солдат. Но и приходилось, когда привозили туда раненых, с гор спускали детей, женщин. И вот мы тоже их там спортировали в госпиталя, помогали им. История сотрудничества с голубыми касками началась в 1992-м. Инициатором был генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Батальон в составе 400 человек сформировали за 24 дня. 15 июля 1992-го первая оперативная группа отправилась в Сараево. Миссии, которые выполнял батальон в заблокированном анклаве ЖЭПа, никто туда не мог пройти, а наш батальон украинский зашел. Там люди буквально пухли от голода. И еще была очень серьезная миссия, которую никто не мог сделать в Боснии. Это проведение конвоев в Серебряницу. С тех пор Украина уже 25 лет участник миротворческих операций ООН. 42 тысячи украинских военных участвовали в международных миссиях на разных континентах. На сегодняшний день у нас есть мощный центр подготовки миротворцев. На Яворовском полигоне их готовит Академия сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Также силовики от Министерства внутренних дел участвуют в полицейских миссиях в разных странах. Кроме того, в структуре МВД есть свой центр подготовки. Сейчас почти полтысячи украинских миротворцев принимают участие в девяти международных операциях и защищают от агрессора родную землю. Почти в каждом подразделении на Донбассе есть воины-миротворцы. Олеся Гурбик, Владислав Посудевский, U.A. TV В Одессе восьмой раз стартовал международный кинофестиваль. Конкурс будет проходить до 22 июля. Открытие началось с традиционной красной дорожки в Одесском национальном театре оперы и балета. По ней прошлись режиссеры, представленных на конкурс фильмов, актеры и политики. Среди зарубежных гостей фестиваля актриса сериала «Игра престолов» Сибирь Кикили, польский режиссер Агнешка Холланд и актер из «Хоббита» Эйден Тернер. Украинских спортсменов с нарушением слуха торжественно провели на 23-летние Дефлимпийские игры. Соревнования пройдут в Турции с 18 по 30 июля. Украина будет представлена самой большой командой за всю историю. В нее вошли 218 спортсменов, которые будут бороться за победу в 16 видах спорта. На предыдущих играх в 2013 году сборная заняла второе общекомандное место в мире. С итоговым результатом 88 наград. Среди них 21 золотая медаль. Я уверен, что каждый из вас сделает в Турции все возможное, чтобы там неоднократно поднимался победный флаг нашего государства. Нам нужны победы. Желаю каждому из вас вдохновения и удачи. Убежден, что результат будет достойным. Мы желаем вам только побольше хороших новостей. Оставайтесь вместе с ЕТВ для того, чтобы знать об Украине больше. Мы же продолжаем свою работу. Увидимся с вами ровно через два часа. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова